Художественная гимнастика требует регулярных тренировок и лучшие результаты будут у тех, кто совмещает тренировки в зале и отрабатывает навыки дома. Важно сформировать привычку и подходить к домашнему тренировочному процессу правильно. Каникулы – идеальное время для того, чтобы не только начать домашний тренировочный процесс, но и сделать большой шаг вперед во время каникул. Сколько времени нужно уделять тренировкам? Как понять, что упражнения выполняются правильно? Не опасно ли заниматься без тренера? Меня зовут Екатерина Пирожкова, я мастер спорта международного класса, тренер с опытом более 13 лет и кандидат в педагогических наук. В этом видео я подробно отвечу на все вопросы. Поехали! И чтобы начать, вы должны поставить себе цель каждый день заниматься. Для этого выберите определенное время и предупредите всех, чтобы в это время вас не тревожили, не беспокоили или не звали на какое-то мероприятие. Обязательно в начале тренировки сделайте разогревающий комплекс. Это могут быть танцы, прыжки со скакалкой, аэробика или бег, можно даже по улице. После этого вы обязательно должны сделать легкие наклоны, волны, махи руками, чтобы разогреть тело и начать тренировочный процесс. Далее обязательно сделайте упражнения на силу в рамках ОФП или хореографии, которые помогут вам подготовить ваши мышцы к предстоящей работе. Обязательно переходите потом на растяжку. После растяжки сделайте махи и удержание ног, чтобы проверить, насколько хорошо и успешно вы растянулись и разогрелись, а также подготовили мышцы. Сделайте упражнения на равновесие, повороты, возьмите предмет, сделайте мелкую моторику, различные броски, вращения, перекаты. Все то, что вы можете сделать в рамках домашних условий. Даже вы можете вспомнить, а какие сложные элементы с предметом я делаю в своих соревновательных упражнениях и еще раз их сделать. А какие элементы я хотела давно попробовать выучить, которые я делала и видела у других гимнасток на соревнованиях. И сделайте это, получите удовольствие, выучите что-то новое, покажите то, что получилось своим родным и близким. И пусть они вам поаплодируют. А еще лучше подготовьте какой-нибудь танец с предметом и покажите его для всех в рамках ваших каникул. Таким образом они у вас пройдут и успешно, и результативно. Ну а чтобы вы не получили травму, и чтобы тренер не испугался, что вы занимаетесь дома самостоятельно. Во-первых, используйте все те рекомендации и замечания, которые тренер говорит вам на ежедневных тренировках. Используйте систему тренировок от простого к сложному, так как я вам рассказала. И, конечно же, используйте те материалы, видеоуроки, системные тренировки, которые есть у нас в рамках школы гимнасток. Потому что наш курс, он очень продуманный и подойдет к любому уровню сложности. И тем самым вы не только не навредите себе, но и подготовите себя к дальнейшим тренировкам. Попробуйте усложненные упражнения, которые, возможно, вы еще не пробовали. И получите огромный заряд и мотивацию от полученных результатов. Применяйте полученную информацию, выполняйте домашние тренировки, и высокие результаты не заставят себя ждать. А кто хочет получить больше, регистрируйтесь на вебинар «Три секрета растяжки с пользой» по ссылке в описании. И до встречи в следующих видео.